ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коллеги, ознакомим вас с самыми важными событиями уходящей недели. И в начале выпуска коротко о главном. Осторожно, COVID-19. Какие меры предпринимаются в Алматинской области для предотвращения распространения коронавируса? Въезд закрыт. Как работают блокпосты в Казахстане? Антикризисные меры. Бизнесу будет оказана всесторонняя поддержка. Будьте здоровы. В Алматинской области установлены санитарные посты. Как проверяют въезжающих в ЖТСУ? Без ажиотажа, социально значимых продуктов питания в Алматинской области достаточно. Наурыс – праздник весны, обновления природы и благоденствия. Вот уже 5000 лет его празднуют все восточные народы. С 2001 года в Казахстане Наурыс является государственным праздником и уже на протяжении 11 лет отмечается три дня подряд. Это весеннее торжество не только дарит радость, но и сближает все народы нашей многонациональной страны. По традиции в дни празднования Наурыза проходят массовые гуляния во всех уголках Казахстана. Однако в этом году мировая ситуация с опасным заболеванием внесла свои коррективы. А потому день весеннего равноденствия казахстанцы отмечают скромно по-домашнему. На этой неделе народ Казахстана с праздником Наурыз поздравил Ельбасы Нурсултан Назарбаев. Текст с пожеланиями был опубликован на официальном сайте первого президента Республики Казахстан. В поздравлении он отметил, что все казахстанцы с нетерпением ждут весны и прихода этого светлого праздника. Это время обновления и новых надежд. В этом году мы впервые отмечаем Наурыз безнародных гуляний и торжественных мероприятий. И на это есть свои веские причины. Мы столкнулись с опасным вирусом, который распространился по всему миру, заявил Нурсултан Назарбаев. Мы едины и готовы работать над тем, чтобы сделать страну лучше. Уверен, что благодаря нашему единству и твердости духа Казахстан достойно преодолеет все стоящие перед ним вызовы. Пусть этот традиционно народный праздник, пробуждение природы, исполнит наши надежды, придаст силы и энергии для новых свершений. Поздравил жителей страны с праздником Наурыз Мейрамы и президент Казахстана Касым Жумар Токаев. Пожелание главы государства опубликовано на сайте Аккорды. Глава государства заявил, что Наурыз олицетворяет собой пробуждение природы, возрождение жизненных сил и духовный подъем. Глубокое философское содержание этого праздника символизирует обновление, благоденствие, гармонию в отношениях человека с родной землей, согласие и взаимопонимание в обществе. Также Касым Жумар Токаев отметил, что, к сожалению, в нынешнем году Наурыз проходит в необычной обстановке. Угрожающее распространение коронавируса, ставшего пандемией, нанесло серьезный ущерб глобальной экономике, отрицательно повлияло и на нашу страну. «У меня нет сомнений в том, что вместе мы достойно справимся с этими колоссальными трудностями, проявим единство и сплоченность нашего народа», – заявил президент. Этот светлый праздник наш народ встречает с чистыми помыслами и надеждами. В дни Наурыза особенно ярко проявляется связь поколений, ведь традиции добрососедства, гостеприимства, уважения к старшим и доброго отношения к младшим тысячелетиями сохранялись в каждой семье. Ну а далее к главному, что по-прежнему будоражит весь мир – коронавирус. Это смертельно опасное заболевание сегодня касается жителей практически всех континентов Земли. Говоря о масштабах распространения пандемии, которая охватила уже более 180 стран, президент Казахстана Касымжумар Токаев напомнил о важности координации действий с правительствами сопредельных государств. Необходимо наращивать совместные усилия и действовать сообща, подчеркнул глава государства, поскольку это общая беда. В понедельник Касымжумар Токаев выступил с обращением к народу Казахстана. Президент призвал казахстанцев сохранять спокойствие и поставил перед правительством ряд конкретных задач. Так, на поддержку отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 миллиардов тенге. Будет увеличено финансирование по госпрограмме «Экономика простых вещей», отметил глава государства. Президент остановился на вопросах экономики и влиянии на нее пандемии коронавируса. Касымжумар Токаев подписал указ о мерах по обеспечению стабильности функционирования государства. Этот документ позволит повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти. Указ дает право проводить необходимые закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в основном у отечественных производителей. Глава государства отметил, что в стране принимаются все необходимые меры по профилактике вируса COVID-19 и призвал казахстанцев не создавать ажиотаж. Государство сделает все возможное для здоровья нации, подчеркнул президент. В эти дни большая нагрузка ложится на работников системы здравоохранения. Многое зависит от их профессионализма, и человеческого участия. Этот непростой этап в жизни страны наши медики должны пройти с честью и сделать все необходимое для сохранения здоровья казахстанцев. Убежден, что мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, слаженные действия общества и государства позволят нам преодолеть все трудности. Те, кто распространяют провокационную информацию и пытаются посеять панику, понесут наказание согласно закону. Призываю всех граждан Казахстана сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких. Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и позитивные отношения к жизни сегодня особенно важны. Тем временем ситуация в стране и мире в общем меняется каждую минуту. На этой неделе Италия вышла на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав по этому печальному показателю Китай. Общее число зараженных по всему миру превысило 300 тысяч человек. Хуже всего, помимо Италии, дела обстоят в Иране, Великобритании, Испании, Франции, США и Нидерландах. В нашей стране на конец недели зарегистрировано свыше 50 фактов заражения коронавирусной инфекцией, в том числе в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда и Каскелен. Все пациенты находятся в инфекционных стационарах. Более подробно о ситуации в стране и Алматинской области в частности расскажет мой коллега Азаджи Маханов. Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в различных странах мира. К большому сожалению, на прошлой неделе подтвердился первый случай заражения вирусом и в Казахстане. А уже на этой COVID-19 обнаружили в городе Каскелен. Инфицированным оказался мужчина 1986 года рождения. Он прилетел из Турции в Бишкек, а потом на автомобиле приехал в административный центр Карасайского района. На данный момент пациент госпитализирован. Его состояние, здоровье удовлетворительное, говорят ответственные лица. Данный пациент находится в инфекционном отделении Карасайского района Алматинской области. Обратили он 20 марта 10 часов 45 в медицинское учреждение и в 11.30 он уже был изолирован, госпитализирован в инфекционном отделении. За этот период, который он пересек, он уже был в контакте с 11 людьми. Все они на данный момент, все их данные у нас уже есть, находятся в провизорном отделении под наблюдением. На сегодня большее количество зараженных по стране зарегистрировано в Нур-Султане и Алма-Аты. С 22 марта заезд и выезд в мегаполисы строго запрещен. Ситуация с вирусом COVID-19 остается под пристальным вниманием президента и правительства. Принимаются все необходимые меры по недопущению дальнейшего распространения коронавируса. Нет повода для ажиотажа, заверяют представители власти. Мы рекомендуем нашим гражданам, прежде всего, не паниковать. Инфекция, разумеется, распространяться может достаточно быстро, но на данный момент эпидемические цепочки установлены и многие из них приостановлены. То есть мы продолжаем эту работу, но меры предосторожности абсолютно не лишние. Однако проблемы все же имеют место быть. На рынке ощущается дефицит медицинских масок. Волнует этот вопрос и президента страны. Глава государства потребовал в срочном порядке обеспечить население масками и решить проблему в самые кратчайшие сроки. До сих пор у нас нет в достаточном объеме, в достаточном количестве масок. Хотя на бумаге вроде бы их достаточно, вы мне докладывали. А с другой стороны, люди жалуются на то, что в аптеках по-прежнему дефицит этих масок. Почему? Я думаю, что это спекуляция. Хотя правительство предпринимает очень активные меры. Нам нужно сделать таким образом, чтобы буквально на всех основных улицах наших городов мы могли бы бесплатно раздавать маски нашим гражданам. Это буквально очень срочная оперативная задача, которая стоит перед правительством. Ну и, конечно же, призывать наших граждан к тому, чтобы использовать антисептики, носить маски. Касымжом Артукаев акцентировал внимание на важности соблюдения карантинного режима в стране и призвал всех граждан, в том числе государственных служащих, следовать установленным предписаниям. Азад Жумаханов, телеканал ЖТСО, специально для программы АПТА. В связи со сложившейся мировой ситуацией в минувшую пятницу к казахстанцам обратился и Ельбасы. Нурсултан Назарбаев предложил создать республиканский фонд для борьбы с коронавирусом. Дабы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику, следует мобилизовать дополнительные ресурсы, отметил он. Каждый гражданин должен внести свой посильный вклад. Аналогичные фонды Нурсултан Назарбаев предложил образовать в каждом областном центре и городах республиканского значения. Эту работу должны осуществить акимы соответствующих территорий. Вложить деньги в фонд и помочь стране в этот непростой период казахстанцы смогут на добровольной основе. Ельбасы уверен, что содействие окажут и отечественные предприниматели, которые не оставались в стороне в тяжелые времена. Некоторые представители отечественного бизнес-сообщества и руководители крупных предприятий сразу же откликнулись на призыв первого президента Казахстана. В учрежденный общественный фонд уже поступили средства от крупных компаний и предприятий. Их расход будет строго и открыто контролироваться попечительским советом фонда, куда войдут общественные и государственные деятели, а также представители неправительственных организаций. Перечисленные деньги пойдут на необходимые нужды в борьбе с опасной инфекцией. Закуп медицинских препаратов, средства защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, продовольствия и товары первой необходимости для социально уязвимых слоев населения. В Казахстане предпринимаются все меры по недопущению распространения коронавируса. На сегодня главный стратегический ориентир нашей страны – это безопасность жителей. Ровно в полночь 19 марта 2020 года в Нур-Султане и Алматы начал действовать режим карантина. А с 22 марта эти города закрыты полностью. Исключение делается только для грузоперевозчиков. Глава государства акцентировал внимание на важности соблюдения карантинного режима в стране и призвал всех граждан, в том числе государственных служащих, следовать установленным предписаниям. Это не шутка и не спектакль с блокпостами, отметил он. Без строгого соблюдения карантинного режима мы не сможем добиться каких-либо успехов в этом направлении. Нам нужно идти в сторону жесткого соблюдения условий карантина, убежден Касымжо Мартукаев. На этой неделе президент лично проверил работу блокпостов столицы и поручил премьер-министру быть готовым к худшим сценариям развития. Глава государства призвал казахстанцев с пониманием отнестись к вводимым мерам в стране. Безопасность граждан во всех его аспектах – главный стратегический ориентир Казахстана. Президент страны Касымжо Мартукаев лично проверил работу блокпостов столицы. Сейчас на семи блокпостах близ столицы задействовано более 400 сотрудников силовых структур. А уже с сегодняшнего дня в городах Нур-Султан и Алматы полностью остановили авиа- и железнодорожное сообщение. Сколько времени продлится карантин, пока неизвестно. Работа важная, служба необходимая. Белаю вам успехов. Сейчас в нынешней ситуации без таких мер, как карантин, невозможно. Видите, что происходит в мире без решительных действий. Сейчас эту очень опасную болезнь остановить невозможно. Нужны согласованные действия, сплоченность. И, конечно же, приходится применять и такие средства, как карантин. Но думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан. Установлены блокпосты и в окрестностях Южной столицы. 27 таковых расположены на 10 магистралях, где ежедневно будут задействованы сотрудники полиции и Министерства обороны. Последовав примеру Касмжомарта Тукаева, проверили оснащенность и расстановку техники вокруг Алматы, главы Алматинской области и Южной столицы. Личный состав полностью проинструктирован и готов к любой непредвиденной ситуации, заверяют ответственные лица. На местах уже дежурят полицейские, военные и медики. Деятельность на блокпостах на постоянном контроле Аманды Кабаталова и Бакучана Сагентаева. В режиме селекторной связи главы двух регионов обсудили дальнейшие действия по обеспечению безопасности граждан. Так, в радиусе 5 километров от границы Южной столицы на всех трассах республиканского значения и в выездах из населенных пунктов выставили дополнительные 82 блокпоста. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка. Сотрудники районных и сельских акиматов выставлены на дежурство и проводят разъяснительную работу с населением. За незаконное вторжение на территорию, закрытую на карантин, грозит штраф или лишение свободы. Для транспорта с продуктами и медикаментами создан зеленый коридор. Блокпосты будут стоять до снятия карантина, поэтому Аман Дагбаталов попросил жителей с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам и воздержаться от поездок в город Алматы на период действия карантина. Сейчас в первую очередь нам необходимо уделить внимание своему здоровью, соблюдать все рекомендации санитарных врачей. Мы не должны допускать ошибок жителей некоторых европейских стран, таких как Италия, которые проигнорировали призывы властей и отнеслись легкомысленно к мерам безопасности. И вы знаете, к чему это привело. В области все продуктовые магазины будут работать в штатном режиме, продукции первой необходимости имеются в полном объеме, дефицита товаров и лекарственных средств нет. Для стабилизации цен из областного бюджета выделены необходимые средства. Напомним, под председательством Аким области в регионе действует специально созданный экстренный штаб, на контроле которого обеспечение полноценных мер по недопущению распространения вируса. Елеман Раймбеков, Раслан Шенгенджей, специально для программы АПТА. В целях безопасности все выехавшие из Алматы жители должны пройти обязательный 14-дневный карантин. Такое постановление на этой неделе принял главный государственный санитарный врач Алматинской области. По данным пресс-службы Акима Алматинской области, документ, подписанный Кайратом Ваймухамбетовым, обязывает всех въехавших лиц помещать на домашний карантин. Наблюдение за ними будет осуществляться Управлением здравоохранения области и сотрудниками Акиматов путем обзвона. Кроме этого, в данном постановлении говорится о требовании грузоперевозчикам. Отныне предметы должны перевозиться в герметичные упаковки и проходить обработку и фумигацию. Перевозки негерметично упакованных грузов запрещены. Кроме того, для регистрации въезжающих и выезжающих граждан на территории Алматинской области установлено 20 санитарных постов. Здесь же на месте будет производиться не только измерение температуры тела жителей, но и дезинфекция транспорта. Такие меры были приняты в связи с выявленным случаем заражения коронавирусной инфекцией в Алматинской области. Более подробно о работе санитарных постов расскажет Дамир Анитов. Санитарные посты начали работу 21 марта в 9 вечера. За ночь ответственные по Алматинской трассе на въезд Талдыкурган проверили около 300 автомашин. Это порядка 600 человек. По словам эпидемиологов, никого с повышенной температурой за 12 часов не зарегистрировано. Добавим, на санитарных постах круглосуточно дежурят полицейские, медики и работники СЭС. Посты будут расположены в трех основных больших районах. В пригороде Алматы это Карасайский, Талгарский и Ильинский районы. И большое внимание уделяется и областному центру города Талдыкурган. Все основные езды в город это в южном, северном, восточном и западном направлении установлены. Как показывает мировая практика, данный метод очень эффективен в том плане, что мы вовремя выявим человека с температурой. Это раз. Во-вторых, мы будем знать, кто где находится. И путем домашнего обзона, который нам обязал главный санитарный врач Алматинской области, мы будем узнавать о их состоянии здоровья. Необходимая процедура проверки длится порядка трех минут. Водители и пассажиров сначала сканируют тепловизорами, а затем проводят анкетирование. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости установить их местонахождение в течение 14 дней. В случае выявления симптомов вируса граждан будут изолировать. На нас лежит большая ответственность. Проверка всех заезжающих в город людей. К сожалению, создаются пробки. Однако это мера вынужденная. Просим вас отнестись с пониманием. Мы работаем в усиленном темпе. Каждые 12 часов одна смена заменяет другую. Добавим, помимо анкетирования и медицинских проверок, на постах проводится просветительская работа по профилактике коронавируса. Важно знать, все трассы автодороги Республиканского, областного и районного значения Алматинской области открыты. Закрывать их не будут, уточнили в Акимате. Дамир Анитов, Хайрат Кастурганов, Нержан Муканов, Телеканал ЖИЦУ. В частности, эту и всю другую самую достоверную информацию о коронавирусе отныне можно узнать на официальном сайте. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев. Он подчеркнул, что сайт будет предоставлять быструю и проверенную информацию о коронавирусной инфекции, что позволит оперативно информировать население о текущей ситуации с пандемией, а также, что крайне важно, позволит избежать фейков, которые распространяются в интернете с молниеносной скоростью и вводят в заблуждение население. Также на сайте будет собрана вся актуальная информация по новому вирусу, а вместе с тем правила поведения при карантине и режиме чрезвычайного положения, принимаемых государством в мерах по борьбе с пандемией. Еще один весьма полезный раздел – вопрос-ответ, в рамках которого граждане смогут получить ответы на все интересующие их вопросы. Министр на своей страничке попросил поделиться этой информацией и доверять только надежным источникам. На сегодняшний день вопрос оперативного, а самое главное достоверного информирования граждан о ситуации с коронавирусом является одним из важнейших. Вынужден признать, что в некоторых моментах коммуникации с обществом еще недостаточно эффективны. Немало проблем доставляет распространение фейковой информации, особенно посредством мессенджеров. В этой связи хотел бы объявить о запуске с сайта Тем временем в государстве предпринимаются антикризисные меры по поддержке бизнеса, стабилизации рынка труда и обеспечению занятости населения. Об этом было сказано в минувший вторник на заседании правительства. К слову, в связи с чрезвычайным положением в стране проходило оно в режиме селекторной связи. Ряд министров представил главе Кабмина пакет срочных мер. Что он в себя включает, расскажет Наталья Хоменко. Стабильность на рынке труда – главный приоритет. Правительство приняло беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Объявленный в стране в связи с коронавирусом режим чрезвычайного положения не должен ударить по карману предпринимателей и отразиться на занятости населения. Временно закрытые крупные объекты торговли и спорта, кинотеатры и театры освободят от уплаты налогов. А вместе с ними и всех индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме. На три месяца отсрочат и погашение по всем видам займов. По поручению главы государства Хасмжомарта Кемелевича Тукаева правительство примет беспрецедентные меры поддержки предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Эти меры направлены прежде всего на сохранение текущей занятости и создание новых рабочих мест через стимулирование деловой активности предпринимателей и граждан. В целом, новые меры по поддержке предпринимательства и отечественного производства создадут более 200 тысяч новых рабочих мест. Немало льгот ждут и сферу АПК. От уплаты налога на землю освободят порядка 7 тысяч граждан. Вместе с тем, премьер-министр на особый контроль поручил поставить подготовку к весеннеполевым работам. Согласно данным, Алматинская область в числе первых готовых к посевной. Чрезвычайное положение не отразится на объемах и сроках агрокомпании, доложил главе Кабмина Амандык Баталов. В этом году в области предстоит засеять 966 тысяч гектаров, что почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. С 10 марта мы начали весеннеполевые работы. На сегодняшний день распахано почти 6,5 тысяч гектаров. 3 400 гектаров уже засеяно. Вместе с тем, в этом году около 10 тысяч гектаров составили озимые. Упор делаем и на свеклу. Сельхозтоваропроизводителям мы помогли высокопродуктивными семенами. 548 аграриев получили их через СПК ЖТСУ. Сегодня готовность сельхозтехники довели до 96%. На нефтяные базы уже доставляются горючие. Перебоев с ним не будет. Как и сложности в посевной. Закончить посевную кампанию планируем до 25 мая. Одним из приоритетов в работе Акиматов остаётся и мониторинг цен на социально значимые продукты. С их перебоем проблем не будет. Для этого уже предприняли дополнительные меры. Заверили в правительстве. И напомнили предпринимателям о социальной ответственности бизнеса. В трудное для страны время. Необоснованный рост цен будет строго пресекаться. Наталья Хоменко, Жислан Ченгенжинов, телекомпания ЖТСУ, Толдыкурган. Решению вопросов, связанных с продовольственной безопасностью, глава государства поручил уделять особое внимание. А потому во всех регионах нашей страны ведётся работа по стабилизации цен на продукты питания. Как заверяют ответственные лица, в Алматинской области социально значимых продуктов, имеющихся в стабилизационном фонде, хватит на полгода. А уже осенью запас стаб-фонда пополнится новой продукцией. Соответственно, повода для паники нет. Как нет и повода для необоснованного повышения цен. О работе специальной мониторинговой группы, которая контролирует ситуацию, расскажет мой коллега Ануар Амангельдинов. Ежедневно ответственные лица проверяют склады, супермаркеты и продуктовые магазины. По словам представителей Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, данная мера помогает избежать спекуляции. Однако, помимо этого, в скором времени будут применены дополнительные меры сдерживания цен. Сейчас в Министерстве торговли хотят разработать предельные цены, согласно которым мы уже будем сдерживать цены. Проект в разработке. На сегодняшний день никакой спекуляции не наблюдается. Оптовики области поставляют товары, заверяют нас, что продукция на складах имеется, чтобы никто не переживал. Могут продукты питания приобретать как в обычном режиме, никакого ажиотажа не создавать. Молоко средняя цена 170-175. Цена на хлеб, допустим, 85-90 тенге по магазинам города наблюдается. Ряд мер по недопущению спекуляции принимает и социально-предпринимательская корпорация «Житусук». К примеру, на складах стабилизационного фонда на одного человека выдаётся не более 50 килограммов продукции. Фиксируется на видео и действия работников. Весь материал в конце рабочего дня отправляется руководству СПК. В настоящее время в стабилизационном фонде имеется свыше 2300 тонн продукции. Это сахар, мука, макаронные изделия, рис, подсолнечное масло, картофель и лук. Это достаточный объём для покрытия Алматинской области. В принципе, данный объём хватит до осени текущего года. Новая поставка продукции будет осуществлена осенью, когда мы получим урожай. Кроме того, в целях стабилизации цен на социально значимые товары, вышеуказанные товары реализуются в социально ориентированных магазинах. В настоящее время по городу Талдыкурган заключено 5 агентских соглашений, где в данных магазинах установлены социальные полки, где можно по фиксированной цене закупить социально значимые товары. Кроме того, жители Алматинской области и города Талдыкурган могут закупать социально значимые товары на складе стабилизационного фонда, а также каждую субботу на коммунальном рынке города Талдыкурган. В случае необоснованного завышения цен, ответственные лица советуют гражданам обратиться в Департамент Комитета по защите и развитию конкуренции. Номера ведомства на ваших экранах. Таким образом, в Алматинской области предпринимаются все меры безопасности. В том числе проводится масштабная дезинфекция. Во всех регионах края введен режим повышенной готовности. Ведется работа по дезинфекции зданий, улиц, тротуаров, игровых площадок, парков, скверов и остановочных комплексов. Евгения Присяжная узнавала, какие меры и средства поменяются для соблюдения защиты населения. В обработке общественных мест областного центра задействована универсальная мини-техника. Ежедневно она используется в обработке зон массового скопления людей раствором гипохлорита натрия. Объем цистерны каждой автомашины – около 2000 литров. Дезинфекционные работы будут проводиться в течение всего времени действия режима чрезвычайного положения в стране. К слову, гипохлорит натрия не токсичен и является одним из самых безопасных, но в то же время мощных антисептиков. Мини-техника «Пони», которая работает по тротуарам. Даже у нас есть в городе такие места, где тротуары не помещаются. В задней части у нас есть кешеры. Кешером ручную мы ее дорабатываем. Также и остановочные комплексы полностью кешером обрабатываем. Усиление мер профилактики против коронавируса затронуло все транспортные гавани страны. Исключением не стало и воздушное сообщение между областным центром и Нур-Султаном. В Талдыкурганском аэропорту пассажиры встречали с тепловизорами. К их услугам средства дезинфекции и маски. Но с сегодняшнего дня все рейсы приостановлены. Такие меры крайне необходимы на фоне последних событий, связанных с коронавирусом. Откроют авиасообщение только после снятия карантина. С 22 марта будет приостановлено и продажа билетов на железнодорожном вокзале Коротальского района. Следование всех курсирующих поездов отменят. Исключение составит лишь один – семейка Заларда. На данный момент население может купить билеты по месту прописки. В рамках профилактики коронавируса проводят и другие меры безопасности. Массово обрабатывают места большого скопления людей дезинфицирующими средствами. Упор делается на государственные учреждения, остановки, общественный транспорт. Обрабатывают сотрудники в спецформе хлорсодержащим дезраствором. Работы проводятся два раза в день систематически – с 9 до 10 часов утра и с 5 до 6 часов вечера. Специалисты заверяют, что недостатка дезинфицирующих средств нет. Профилактика коронавируса продолжится до конца периода ЧАЭС. В связи с объявлением о пандемии коронавируса в мире, по каратайскому работе тоже проводится определенная работа. На данный момент с нашей стороны создан специальный дезотряд. Обозначены все крупные точки, места большого скопления людей. По этим точкам ежедневно наш этот дезотряд проходит, проводит дезинфекцию. Вместе с тем имеется специальная машина. Она тоже с большой мощностью, она тоже подключается и полностью она промывает. Режим повышенной готовности, введенный во всех регионах области. Под особым вниманием в Искальдинском районе остановочные комплексы, детские площадки, парки, рынки и прочие объекты массового скопления людей. Они превратились в настоящие зоны санитарной обработки. В ход идут и другие усиленные меры для предотвращения вирусных инфекций. На основании постановления Акима области Аманда Калаши-Баталова мы разработали свой. И в соответствии с решениями данного постановления проводим следующие виды работы. В первую очередь уже на сегодняшний день с 16 марта по 5 апреля все школы у нас закрыты. Учащиеся находятся на каникулах. Обработка дезинфекционными материалами места скопления людей. Теперь, когда в стране действует режим чрезвычайного положения, дезинфекция торговых площадей спецбригадами проходит в усиленном режиме. В утренние и вечерние часы. На рынках текелей повсюду прикреплены санитайзеры, антибактериальные геты для дезинфекции рук. Профилактические санитарные мероприятия поддерживают и сами продавцы. Они в течение дня регулярно обрабатывают свои рабочие места беззараживающим раствором. Наш рынок надежно защищен, я так думаю, от всех этих негативных влияний. Извне, раз рынок защищен, значит и население наше более уверенно, более как-то себя чувствует, приходит, с уверенностью берут соответствующие нужные товары. Каждому. Такого ажиотажа у нас сильно не наблюдаем. Усиленные санитарно-профилактические мероприятия ведутся и в продовольственных магазинах. Выкладка товаров и их реализация осуществляется продавцами в медицинских масках и перчатках. Режим работы торговых точек моногорода ограничен 10 и 18 часами, при этом контролируется властями. Комплекс мер направлен на минимизацию рисков распространения коронавируса. Однако, к сожалению, к чрезвычайному положению, введенному в нашей стране, не все граждане отнеслись ответственно. В ходе проведенной на этой неделе рейдовой ночной проверки в областном центре выявлено сразу несколько правонарушений в работе бизнес-структур. В рамках мероприятия, инициированного Акиматом Талдыкургана, рабочая группа объехала более десятка объектов предпринимательства. Какое наказание грозит правонарушителям за несоблюдение режима ЧП, узнавал Ануар Мангельдинов. Автовокзал областного центра – место расположения множества объектов предпринимательства. Именно отсюда решила начать рейд рабочая группа. Подойдя к первому объекту, проверяющие сразу обнаружили несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Такое же нарушение выявлено и в соседнем кафе. Здесь происходит торговля, реализация и изготовление в неустанных местах, именно чебуреков, пирожков и так далее. Это нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил. Теперь здесь предусматривается статья обмисленного кодекса, 425-я статья, части 1-й. Идемиологические предприниматели будут оштрафованы на сумму 230 мэр. Придётся выплатить штраф и владельцам кальянных, бильярдных и объектов общественного питания. Однако не за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, а за несоблюдение требований в режиме чрезвычайного положения. Согласно правилам, во время введения ЧП все торгово-развлекательные объекты должны быть закрыты, за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств. А вот места общественного питания должны ограничить время работы до 22.00 часов. К тому же количество посетителей должно составлять не более 50 человек одновременно. Нарушение режима ЧП или неуполнение требований в связи с объявлением чрезвычайного положения влекут штраф в размере 10-ти месячных расчётных показателей, либо административный арест на срок до 15 суток. Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, совершённое в местности, где объявлено чрезвычайное положение, наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчётных показателей, либо исправительными работами на срок до 600 часов, либо привлечением к общественным работам в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. Итог рейда – три административных протокола и семь предупреждений. Члены рабочей группы заявляют, что будут ежедневно проверять объекты предпринимательства. Проверяющие призывают бизнесменов не нарушать закон и отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и ответственностью. Чрезвычайное положение внесло свои коррективы в систему образования, причём не только высшего и среднеспециального, но и обязательного среднего. Как известно, в этом году весенние каникулы для школьников в связи с пандемией коронавируса оказались длиннее обычного. При необходимости казахстанская система школьного образования с 6 апреля перейдёт на дистанционный формат. Тем временем студенты уже перешли на дистанционное обучение. Однако, по словам преподавателей, всё это не должно сказаться на уровне знаний учащихся школ, вузов и СУЗов. Кульмира Тимиргалиева расскажет более подробно. Более 400 тысяч школьников Алматинской области на каникулах. Вместе с тем студенты и преподаватели учатся и работают дистанционно. И только детские сады работают в штатном режиме. Сейчас количество детей в дошкольных учреждениях – порядка 33%. Однако за всеми, кто вышел в вынужденный отпуск, места в государственных детских садах и мини-центрах будут сохранены. И оплата за этот период взиматься не будет. Родитель вправе был приводить своего ребёнка в дошкольные учреждения, либо оставить его дома. С 13 марта студенты вузов и колледжей региона также находятся на дистанционном обучении. Из них порядка 30 тысяч составляют учащиеся колледжи. По словам Жаныл Сулейменовой, на базе учебных заведений внедрён ряд обучающих платформ, позволяющих получать знания дистанционно. На сегодня колледжи подключены к следующим образовательным платформам – Платонус, Google Classroom, EdgePage, Belem, Model. Я думаю, вот этих проблем по дистанционному обучению у нас не возникнет. И на сегодняшний день мы мониторим ежедневно эту ситуацию, смотрим, наблюдаем, сколько у нас студентов обучается, как они обучаются. Эту ситуацию мы держим на контроле. В первые дни перехода на дистанционное обучение даже в городах возникли некоторые трудности с доступом на серверы. Задачу быстро и решили. А теперь в случае возникновения проблем с подключением интернета их урегулирование ляжет на плечи местных исполнительных органов, комментируют специалисты Управления образования области. Вместе с тем о полной готовности к онлайн-обучению заявили в Житесусском государственном университете имени Ильяса Жан Сугурова. Около пяти тысяч студентов 16 марта уже перешли на дистанционный формат обучения. К слову, экзаменационная сессия будет проходить посредством программы SmartGTSU. Если у кого-то из студентов возникли проблемы с интернетом, то свои работы ребята скидывают в общий чат. Также защитить свои работы мы можем и в режиме реального времени. В неделю проводится несколько занятий. К слову, эта программа очень удобна тем, что при нынешней ситуации, находясь дома, мы продолжаем свое обучение. Стоит отметить, что в целом чрезвычайное положение не отразилось на качестве знаний учащихся и студентов. По заверению представителей Управления образования, их специалистами ведется систематический мониторинг образовательного процесса. В целях безопасности населения в учреждениях Казахстана введен масочный режим. Однако одной из актуальных проблем на сегодня остается нехватка медицинских масок. И в этом вопросе большую помощь оказывают волонтеры. В период чрезвычайной ситуации не осталось в стороне молодежь. Юноши и девушки оказывают максимальную поддержку нуждающимся жителям областного центра. Ряд малообеспеченных семей уже получил от волонтеров бесплатные продукты питания и индивидуальные средства защиты. Стоит отметить, что медицинские маски волонтеры шьют сами. В этом процессе задействованы две группы. Одна работает на дому, вторая в офисе. На сегодня силами волонтеров области уже сшиты более тысячи масок. Половина из них роздана жителям Талдыкурганского дачного сообщества «Красный камень». Вместе с волонтерами жильцов посещают и медики, которые рассказывают о важности ношения медицинских масок и о мерах профилактики коронавируса. Наша цель – обезопасить население от болезни, смертельно охватывающей планету, и выполнить свой гражданский долг, отмечают активисты. В планах волонтеров обеспечить как можно больше населения медицинскими масками, антисептическими средствами и продовольствием. Подобные акции проводятся во всех районах области. Со всей области нам поступают сообщения с просьбой о помощи. Это в основном малоимущие семьи, у которых нет возможности закупить продукты или приобрести маски. Поэтому часть наших волонтеров занята пошивом масок на дому. В целом в сборе и раздаче средств защиты принимают участие волонтеры и спонсоры области. Также нас сопровождает медперсонал. Медики проверят температуру и состояние членов семьи. Это были все события уходящей недели. Увидимся на следующей. Соблюдайте правила безопасности и, главное, сохраняйте спокойствие. Еще раз с праздником вас! Наурыс Мейраме Куттыболсен. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok